Вы слушаете «Надежды и страхи» – подкаст о бизнесе, который призван вдохновить людей на каждом этапе их карьеры разнообразными, захватывающими историями со всего делового мира. Меня зовут Денис Беседин, я бывший владелец франшизы маркетингового агентства, и каждый выпуск ко мне приходят предприниматели и рассказывают, что за история стоит за их бизнесом. И в гостях у меня сегодня Анастасия Подгрудкова, бизнес-юрист, управляющий партнер компании B&P Consulting и основатель агентства устойчивого развития бизнеса. Настя, приветствую тебя. Привет. Расскажи, пожалуйста, насколько сложна жизнь юриста как предпринимателя? На самом деле не так сложно, как предполагалось, но есть свои подводные камни. Вот так емко и коротко ты охарактеризовала, но тем не менее сейчас подробнее поговорим. Расскажи, пожалуйста, чем занимается твое агентство, вот то, чем ты управляешь. Может быть, у тебя, у твоего агентства есть какая-то философия своя, и, собственно, чем ты можешь быть полезна клиентам, какими и за какими услугами к тебе можно обращаться? Если мы говорим про B&P Consulting, то мы занимаемся сугубо юридическими услугами, предпочитаем оказывать их бизнесу, но также не исключаем физических лиц граждан, но оказываем услуги почти во всех сферах, кроме уголовной и административной. Если мы говорим про агентство устойчивого развития бизнеса, то это уже бизнес-консалтинг, консультируем организации и предпринимателей. И тут у меня такая одна философия глобально, она охватывает оба моих бизнеса. Я всегда была категорически против шаблонных решений задач, потому что у меня, наверное, мозг так работает. Мне хочется максимально креативно посмотреть на задачу, взглянуть под разными углами и найти разные пути решения, которые максимально отвечают именно конкретному клиенту, его задачам, его философии, уже его бизнеса и той ситуации, в которой он оказался, в результате которой он пришел ко мне. Поэтому я всецело говорю о том, что не нужно подходить шаблонно, можно посмотреть по-разному. Я правильно понимаю, Надь, что вы занимаетесь судебными процессами, возможно, составлением договоров, то есть сопровождением компаний и так далее и тому подобное? Да, все так. Я лично изначально, как только я закончила и получила бакалаврскую степень, я стала судебным юристом, была очень долго в банкротстве, в принципе, наверное, могу сказать, уже продолжая работать в банкротстве отчасти. У нас разные есть клиенты, в том числе и на проверку договоров, на составление договоров, на взаимодействие с контрагентами, на аренду, лизинг, недвижимость, земельные споры, совершенно разнообразные споры присутствуют. Но, конечно, мы предпочитаем обслуживать организации именно в формате абонентского обслуживания, когда мы забираем на себя всю часть юридическую для того, чтобы предприниматель мог совершенно спокойно уходить в свои высокие материи, принимать решения управленческие, а такую вот сложную и неинтересную работу юридическую с документами мы возьмем на себя. Правильно понимаю, это все аутсорсинг, то есть твои сотрудники не сидят в офисе у твоих клиентов, это все дистанционное обращение? Да, конечно, все на аутсорсинг. Слушай, ну, я думаю, плавно могу у тебя спросить. Идея возникла работать в этой сфере. У тебя, скажем так, со школьной скамьи, или же ты поняла и приняла это решение как бы в течение жизни? Буду честной, это вообще не мое решение, потому что я заканчивала художественную школу, и когда выпускалась из школы, мне хотелось быть дизайнером одежды. Но у меня вся семья, она юридическая, то есть это бабушка юрист, мама юрист, папа, тетя, брат тоже юрист. И мне сказали, что ты должна сначала получить нормальную такую юридически обязывающую профессию, которая будет котироваться везде, а потом после получения степени магистра ты можешь идти куда хочешь. Ну, так случилось, что именно на втором курсе я, ну, меня затянуло, мне очень понравилось, не захотела уходить, решила продолжать. То есть решение родителей в моем случае оказалось верным. Круто, но тем не менее я хочу задать этот каверзный вопрос. Не было ли никогда сожалений, что пошла по этой дорожке, скажем так? Что касается юриспруденции, нет. Относительно предпринимательства были такие моменты, да, когда я уже думала, возможно, я неправильно сделала выбор в пользу предпринимательства и бизнеса, нужно было оставаться в найме. Но я думаю, что с этим сталкивается основная масса предпринимателей, как минимум на начальном этапе своего становления и работы, поднятия бизнеса. Поэтому я не первая уж точно. Слушай, а на каком основании у тебя возникли эти мысли? То есть была какая-то просадка по доходу, возможно, ледыни приходили. Вот почему была такая мысль? Вот именно как раз из-за этого всё, что ты озвучил, всё это было. Потому что я в самом начале, когда зарегистрировала компанию, смотрела на всё сквозь розовые очки. И мне казалось, что вот только я зарегистрируюсь, и всё сразу полетит. Обо мне все узнают, ко мне все побегут, потому что я якобы классная. Слушай, а как решала эту проблему? То есть как ты, во-первых, избавилась от этих мыслей, чтобы закрыть компанию? И как ты, собственно, решала проблему с клиентами и с доходом? Очень-очень долго на самом деле. Я столкнулась с клиентом, который очень сильно пошатнул моё желание вообще в принципе продолжать вести бизнес. Я несколько месяцев сидела, просто приходила в себя морально, мне очень было тяжело. И в итоге я всё-таки, конечно, вернулась через «не хочу», заставляла себя возвращаться, пробовала разные варианты развития компании, поиск клиентов, вваливала огромное количество денег, конечно, в разные каналы продвижения. Потом решила перейти, конечно, на бесплатный, потому что платный не давали того выхлопа, который мне хотелось бы. Ну и в итоге вот сейчас как-то постепенно-постепенно мне помог личный бренд, который я сейчас прокачиваю активно, и мероприятия, знакомства, связи, и когда люди уже со мной знакомятся, они понимают, насколько я мощный специалист, и решают работать со мной. Поэтому сарафан, его, конечно, никто не отменяет, и он такой, наверное, один из самых мощных источников клиентов. Ты очень заинтриговала по поводу того клиента, который тебе, я хотел сказать, испортил жизнь, но испортил какой-то период твоей жизни. Слушай, я могу сказать, что испортил жизнь. Серьёзно? Я очень хочу об этом поговорить, потому что это достаточно, мне кажется, интересная история, возможно, для кого-то будет поучительная. Расскажи, пожалуйста, вкратце, что это был за процесс, почему было очень сложно, и как вы с этим клиентом расстались. Я только заранее хочу тебя попросить остановить меня, если что, потому что, мне кажется, я очень долго могу говорить на эту тему, рассказывать в деталях, потому что я вот всё помню, как будто бы вчера это было, хотя компании уже больше трёх лет. На самом деле он ко мне пришёл, образно говоря, по знакомству. То есть знакомый коллега, который тоже является юристом, просто не захотел брать его кейс, потому что там смесь семейного права с недвижимостью была, ну, и он сказал, что у меня времени нет, давай ты его возьмёшь, но будь с ним аккуратна. На тот момент я не поняла, что значит, будь с ним аккуратна. Мы встретились, он мне передал сразу все документы, захотел сразу передать мне деньги, вот абсолютно все, которые я ему обозначила, просто за то, чтобы я решила его вопрос по мирному регулированию семейного конфликта. То есть он хотел разводиться с женой. На тот момент он уже сам подал заявление в суд на развод, но при этом хотел, тем не менее, решить всё мирно. Поэтому он попросил меня связаться с женой, изучить все документы, предложить альтернативные варианты решения вопроса, отдать ей часть недвижимости для того, чтобы они просто быстро разошлись, и он ушёл в бизнес. Но пока очень звучит по-доброму, по-мирному как-то. Да, всё прекрасно, и всё так и было. Буквально вот до того вечера того дня, когда он мне передал документы, и я воодушевлённая, первый мой клиент от компании, сразу погрузилась в работу. В итоге я села, открыла всю кипу документов, которые он мне передал. Я просматриваю, просматриваю, и в итоге оказывается, что там две или три справки о том, что он лежал в психбольнице. То есть он прямо на таблетках до сих пор. И потом уже, ну, мы с ним работали в общей сложности, наверное, именно по договору. Полтора дня где-то так. А в общей сложности мы с ним взаимодействовали до подписания договора. Я общалась с его женой, я общалась с его братом, я общалась с полицией, потому что его все потеряли. Выяснилось, что он не принимал на тот момент таблетки уже несколько месяцев, и, я так понимаю, это дало свой результат. Он постоянно где-то пропадал, в каких-то разъездах был, то с одной девушкой, то с другой девушкой ко мне приходил на встречу. В итоге мы подписали договор, он мне отдал всю стопроцентную предоплату, и я начала работу. Это было, по-моему, в субботу. И в понедельник рано утром он мне звонит, спрашивает, что сделано. Я начинаю экстренно что-то там делать, привлекаю моего хорошего коллегу, который очень хорошо специализируется на переговорном процессе. Я дала ему номер жены, и сама параллельно с ним тоже общалась. В итоге он мне звонит, вот клиенты просят меня связаться с братом, потом он просит меня связаться с полицией, потому что его все потеряли, нужно решить этот вопрос максимально срочно. Потом нужно писать письмо брату, что он такой сякой плохой. Он попросил меня набросать шаблон письма всем его родственникам о том, что он не хочет их знать, и он вообще уходит из семьи, а они пусть варятся в своей каше вот в этой. А можно я тебе перебью, Настя? А ты на этом моменте уже начала понимать, что что-то неладное в этой всей истории? Или пока свято верила, что такая практика бывает? Я даже не задумывалась об этом, потому что это был первый мой личный клиент. Он на меня наседал на протяжении нескольких часов с однозначно разными совершенно поручениями, то отдай жене три объекта недвижимости, потом вообще я ничего не хочу ей отдавать. У меня времени не было подумать, а нормально ли это. Я просто пыталась выполнить абсолютно все поручения, которые он мне даёт. В итоге он где-то ближе к 14, после того, как я прислала, помимо прочего, шаблон письма его брату огромный, он мне говорит, я не хочу с тобой работать, смешивает меня с грязью. Какие там только выражения не использовались, я уже даже и не помню, и не знаю. В итоге он говорит, сколько ты мне вернёшь денег. Я посчитала в общей сложности, сколько я могу ему вернуть, с учётом того, что работа была перевыполнена изначально, хотя договор был только на разрешение семейного конфликта, я сделала гораздо больше. В итоге он согласился, но я взяла уже с собой брата навстречу для того, чтобы передать документы. И всё срослось, документы были переданы, акты подписаны. Кроме одного акт об оказании услуг, соглашение о расторжении договора он не подписал, потому что он не захотел ту сумму, которую я ранее обозначила по телефону, ему вернуть. Он не захотел её принимать, сказал, что ему нужно всё, потому что работа не выполнена. В итоге он сказал, что он пойдёт в суд, и буду честной, пока меня всё это ещё пугает. Я всё жду, когда он обратится, потому что срок исковой давности составляет три года. Три года ещё пока не прошли. Но вот он очень сильно пошатнул моё желание оставаться вообще в бизнесе, потому что то, как обо мне отзывались, не только как о профессионале, но и как о человеке, я такое слышала впервые. Слушай, это кошмар просто. Я провожу аналогию действительно с абьюзивными отношениями, когда... Прости за такое сравнение, конечно, когда молодая девушка знакомится с каким-то козлом-уродом, и по итогу она не верит в целом в нормальные отношения. Это просто кошмар. Да, и я в клиентов потом не верила. Я не хотела с ними взаимодействовать. И ты даже не представляешь, как я вчитывалась в каждый пункт договора. Но я сейчас благодарна этому опыту, потому что тогда мне договор помог составить мой коллега. Мы вместе с ним сидели, карпели над ним. Сейчас ни одна запятая в договоре не остаётся незамеченной у меня, потому что я прям к этому сейчас отношусь очень скрупулёзно, скептически, то есть анализируя абсолютно всё, что только можно. Предвосхищаю на 10 шагов вперёд ситуации, которые могут возникнуть. То есть спасибо большое, конечно, ему, но такой серьёзный и больной опыт для меня оказался. Слушай, а вот когда вы с ним встречались, и в целом можно ли как-то по будущему клиенту понять, стоит ли тебе с ним работать, и есть ли у тебя в данный момент клиенты, которым ты отказываешь? Наверное, да. Я вот сейчас смотрю на всю эту ситуацию, меня должно было напрячь, ну если уж мы не говорим про справки, потому что справки я увидела уже после подписания договора, мне нужно было понять, что это за человек, когда он начал сталкиваться с полицией постоянно, огромное количество поручений мне давать, которые выходят совершенно за рамки оговоренных правоотношений, плюс у него постоянно 7 пятниц на неделю. То есть сначала скажи одно, потом сделай другое. То есть даже в рамках правоотношений с женой он говорил, что сначала я ей 5 объектов отдам, потом 3, потом не одного, потом опять 3. То есть не совсем понятно, чем это было аргументировано. И я бы сейчас уже сказала коллегам, если они видят, что такие вот клиенты не понимают сами, чего они хотят, присмотритесь. Вот это опыт, конечно, не самый приятный, но тем не менее очень нужный и правильный. Итак, Анастасия, так как у нас подкаст «Опыти предпринимателя», предлагаю поговорить о твоей трудовой деятельности, которую ты вела, потому что я так понимаю, что у тебя был опыт работы в найме, и только после этого ты пришла к выводу, что хотела бы попробовать самостоятельное плавание. Давай об этом и поговорим в целом о твоем карьерном пути, о начале обучения, когда ты впервые начала работать и так далее, и так далее. В принципе, я могу сказать так, решение начать бизнес, учредить компанию, оно, строго говоря, даже тоже не мое. Могу сказать так, все началось в школе, когда у меня были конфликты с руководящим составом, не из-за того, что я плохо училась, а из-за того, что я плохо одевалась. Не по-школьному, как они считают. Очень многие решения, которые они принимали, я с ними была категорически не согласна. Потом всё перетекло в университет, также руководящий состав, также решения, которые не отвечают логике, которым я обязана была подчиняться. И уже в университете меня начали посещать мысли. Они не имели под собой основания, они были такие, можно сказать, широкими мазками писанные. То есть я не понимала, к чему это ведёт, просто вот, грубо говоря, думала, а что, если бы я вот сама принимала эти решения? То есть я не говорила про свой бизнес, просто вот, а что, если бы? Отталкивала от себя эти мысли, потому что мне тогда было страшно, а что же вообще со мной будет, а как же я буду принимать решения? Да я ещё и в университете. А потом я устроилась на первую мою работу, и как раз она была связана с банкротством. И там, опять же, в продолжении истории, руководитель, которая вынимала душу, можно даже так сказать, очень тяжёлый человек, что касается работы. Мне говорили, что у нас огромная текучка кадров была просто из-за того, что с ней не смогли сработаться. Сейчас я уже понимаю, насколько она, конечно, топовый профессионал в своей сфере. Мы не говорим про человеческие качества, конечно, но, тем менее, она многому меня научила, и вот только сейчас, возвращаясь ко всем моим общениям и встречам с ним, я понимаю, насколько она была права. Просто манера донесения информации, она была специфическая, которую не каждый выдержит. И вот как раз-таки после общения на тот момент молодым человеком я сказала, что я не понимаю, как можно принимать эти решения и не понимаю, как можно им следовать. Он сказал, почему ты не сделаешь свою компанию? Я тебя перебью. Это сколько времени прошло с начала момента твоей трудовой деятельности? Это было где-то спустя почти два года. Ну, то есть ты уже достаточно опытна была и достаточно много времени проработала в найме? Да, причем я помимо найма еще также помогала своим родственникам, знакомым, вела какие-то судебные дела, которые не требовали моего постоянного присутствия, писала какие-то документы. То есть у меня деятельность частно-правовая, она была. Так, а что было после диалога с молодым человеком? Я задумалась. Просто я подумала, а что же, а как же, а зачем же? А что же я буду с этим делать? И в какой-то момент, ну, наверное, молодой человек просто захотел меня поддержать, он расхвалил меня, какая я классная, как я с этим справлюсь, и вот эти вот розовые очки на меня надеялись. Я подумала, что да, действительно, регистрация компании – это не такой сложный процесс, я, в принципе, в состоянии сама с ним справиться. И вот я сейчас всё сделаю, и у меня всё полетит. И ты уже тогда решила и приняла, вот, скажем так, тот шаг, когда ты начала открывать эту компанию? Да. У меня первое время, как только я собирала документы, я думала, что я найму себе продажника. То есть я уже начала думать о том, что у меня будет штат сотрудников, я подсоберусь. Опять же, финансовая подушка у меня определённая была за весь период работы в найме. То есть я могла бы осилить зарплату продажника, но у меня не клеилось с ними, потому что тот человек, которого я выбрала и на зарплату которого высоченную на тот момент, мне казалось, я готова была пойти, всё сорвалось, она уехала в другой город и предупредила меня по факту. И, в общем, я работала без продажника, решив, что я, наверное, справлюсь сама. А ты на тот момент уже уволилась, ушла с постоянного места работы? Я ушла с постоянного места работы в день, ну, нет, за два дня до того, как зарегистрировали компанию. Вот только я подаю документы и направляю их в налоговую, всё, я увольняюсь и всем машу ручкой. Так, расскажи про то самое ощущение, потому что, ну, по опыту многих историй достаточно страшновато людям было уходить, хотя кому-то не страшно, кому-то страшно. Как было конкретно тебе? Честно, было и страшно, и при этом вот эти розовые очки, они как будто вот давали мне какие-то крылья. Я уверена была, что у меня всё пойдёт так, как надо. Плюс, опять же, мои знакомые, мои друзья, молодой человек, они меня поддерживали. Я прекрасно знала, что да, есть вот эти вот розовые очки, но у меня есть также финансовая подушка, которая позволит мне какое-то время существовать, даже если всё пойдёт не совсем по плану. Поэтому, да, было очень страшно, но очень страшно уходить чисто с такого насиженного места и из комфорта, что а что же я буду делать, а как же это я сама на себя буду работать, а если вдруг не получится. А был ли какой-то план, может быть, финансовая модель, бизнес-план, введение бизнеса и компании? Честно, вообще нет. Я только сейчас уже, когда я начала задумываться о том, чтобы сделать второй бизнес, продумала бизнес-план, не столько прямо финансовую модель, но да, подбила финансы. И на тот момент мне казалось, что, ну, даже не казалось, я не буду врать, я не подумала даже об этом. То есть я настолько была воодушевлена всей этой идеей, я уверена была, что у меня вот сейчас клиент прям потекут рекой, мне все помогут, я всех найду. Но так не оказалось. В итоге, кроме просто незначительных затрат на регистрацию, я не брала в аренду офис, но и это мне позволило начать хоть какие-то делать шаги в сторону бизнеса. Давай теперь так. Вот твои ожидания, которые ты строила в адрес своего собственного бизнеса, насколько положительно или отрицательно они столкнулись с реальностью? То есть у тебя получилось сразу набирать клиентов? Или это был какой-то период вообще непонятного глубокого моря, где ты барахталась, чтобы не утонуть? Вот именно глубокого моря. Потому что в первые уже несколько месяцев пришел вот как раз-таки вот этот вот клиент, первый абьюзер. В итоге после него у меня была пауза. То есть те денежные средства, которые он мне заплатил за мою проделанную работу, они мне тоже помогли, в принципе, существовать эти несколько месяцев. Да, не шоковать, не ездить на Мальдивы, но тем не менее хоть что-то, хоть как-то я могла есть. Но потом, после него, я месяца, наверное, три или четыре вообще сомневалась, а стоит ли мне продолжать. Тем более могу даже сказать, что компания мало что сделала, мало на рынке. То есть если мы исчезнем, ничего такого страшного и не произойдет. Но вот меня держали на плаву именно вот знакомый молодой человек, потому что они давали мне время выдохнуть, они давали время посмотреть с другой стороны. И потом я вот встретила вообще, в принципе, пиар-менеджера, который мне тоже очень сильно психологически помогла. То есть это действительно была такая тяжелая психологическая травма, психологический опыт, который тебе реально мешал развиваться дальше. Да, причем до самого клиента, вот этого абьюзера, я делала попытки, как я уже раньше сказала, тратила огромное количество денег на продвижение в наших ресурсах. Пыталась там бесплатно продвигаться, что-то только я не делала, но в итоге не давала того выхлопа. Ну, выхлоп не соответствовал тем вложениям, которые там были. И это меня еще очень сильно подбивало все бросить и вернуться в найм. А не было этого самого произошедшего? То есть не возвращалась ли ты обратно в найм за весь этот период? Нет, нет. Это вот как раз-таки после перерыва, после того клиента, мне помогли не вернуться в найм именно близкие люди. Хорошо. А когда случился тот самый момент, когда получилось начинать находить клиентов? И как ты считаешь, что помогло этому? Наверное, сейчас могу сказать, что помогли мероприятия, помог личный бренд, помогли знания определенные. Я стала общаться с большим количеством людей. И потом пришли такие компании крупные, там тот же самый «Газпром Транс». То есть эти компании пришли ко мне по сарафанному радио. Люди знали, работая со мной. Кто-то в найме работал, кто-то после мы с ними списались, я там давала бесплатные какие-то консультации. Кто-то раньше со мной работал, пока знакомые и близкие обращались ко мне за помощью в составлении документов. И они рекомендовали меня. Постепенно-постепенно мне это помогло выкарабкаться и с большим воодушевлением начать уже не только толкать личный бренд, но и участвовать в мероприятиях, выступать спикером. То есть как таковой волшебной таблетки никакой не было? Это просто терпение, планомерное развитие, посещение мероприятий и вот всё, что ты указала? Могу сказать, что «Газпром Транс» очень сильно перебил моё желание закрывать компанию, потому что наша компания сейчас в реестре их контрагентов. То есть вся официальная группа «Газпром», она видит нас в числе контрагентов, что мы надёжные, что нам можно доверять. Поэтому сейчас уж меня точно не посещают такие мысли закрывать компанию. Ну и сейчас в любом случае всё обстоит гораздо лучше, чем раньше. Супер. А были ли ещё такие моменты? Вот ты сказала, что планомерно начали приходить клиенты, скажем так, потихоньку начало развитие двигаться. А были ли опять такие моменты, когда снова была просадка, снова непонятно, что с этим делать? Или всё-таки уже график всё время шёл вверх? Знаешь, они были, но не такие значительные. То есть, безусловно, когда мы говорим про бизнес, нет такой зарплаты, на которую ты всегда можешь рассчитывать. Но в любом случае я точно знаю, что я могу, например, кому-то написать, составить как-то скрипт продающий, подсветить себя на рынке, лишний раз напомнить о своей компании, чем мы занимаемся, поговорить с людьми, которым мы уже раньше оказывали услуги. Возможно, они скажут, ой, точно, мы про вас забыли, такое тоже было. А кто-то возвращался ко мне спустя несколько месяцев после моего спикерства в университетах, и обращались именно такие действующие предприниматели. То есть, да, бывает просадка, но не критичная. А давай теперь поговорим о команде, которую ты вокруг себя создала или создаёшь, собираешь, приглашаешь. Есть ли какие-то сотрудники, которые с тобой, ну, скажем так, на постоянке, или же всё-таки это привлекаемые партнёры, которым ты делегируешь там часть своих задач? Есть партнёры, которые работают со мной по партнёрскому соглашению, и они со мной очень давно. То есть, мы с ними начинали работать не столько даже в найме, сколько мы просто делали определённые проекты, в том числе и по панкротству. Но они оказались универсальными специалистами, и я сейчас некоторые проекты передаю им. Здорово. Окей, мы с тобой сейчас говорим об одной компании, а также, если я не ошибаюсь, ты являешься управляющим в другой компании. Как это произошло? Да, мы сейчас вот как раз-таки говорили про управляющего партнёра в BNP, а основателем агентства я стала не так давно. Это уже более широкая такая деятельность для меня. Она ко мне пришла, причём не так давно, отчасти тоже благодаря вот пиар-менеджеру. Я, наверное, постоянно буду про неё вспоминать. Она мне очень действительно помогла. Мы занимаемся бизнес-консалтингом. То есть, мы... Вот блок юриспруденции – это одна такая небольшая часть той работы, которую мы проделываем. То есть, что мы можем делать? Это мы берём, заходим в крупный проект, ну или там, если назревает в компании крупный проект, мы его анализируем с совершенно разных точек зрения. Мы думаем, как он отразится на компании, не только, опять же, с юридической, но и с пиар точки зрения, деловая репутация. То есть, закрываем абсолютно всё, смотрим, анализируем под лупой и уже подбираем, возможно, некоторые более оптимальные варианты реализации проекта, которые необходимы именно конкретно этой компании. То есть, мы проводим такой прям глубокий аудит всех процессов для того, чтобы понять, что лучше сделать, как сократить издержки, как лучше выстроить структуру того проекта, который грядёт. И это ко мне пришло после того, как пришёл такой крупный клиент. Наверное, я тоже могу его назвать, металлсервис. Они на аутсорсе у меня находятся, но они лично уже со мной общаются. Мы с ними очень долго разговаривали по поводу банкротных сделок. Как раз-таки мы с ними один из проектов закрыли. Я поняла, что нужно расширяться. А я правильно понимаю, что бизнес-консалтинг подразумевает под собой также финансовую аналитику. То есть, ты анализируешь, какую прибыль этот проект может принести компании. Конечно. Но, опять же, это не только я этим занимаюсь, потому что у нас в агентстве такой большой штат специалистов совершенно разноплановых. То есть, помимо меня, я и бизнес-консультант, и юрист. Также у нас есть пиар-специалисты, специалисты по джар, финансисты, бизнес-трекеры. То есть, там команда огромная, и они помогают мне выполнять тот огромный блок, который я сейчас назвала. Да, я поэтому и хотел спросить, что, как я понял, ты имеешь очень глубокие знания именно в юриспруденции, но, я так понимаю, анализ предстоящих проектов – это еще должны быть сопутствующие специалисты рядом, чтобы иметь компетенцию в этом вопросе. Собственно, к чему я веду? А насколько сложно было собирать команду именно для решения этих задач? Потому что, я так понимаю, это немножечко, ну, не совсем твое профильное, и ты как бы как частичка в этой всей большой машине. Насколько сложно было подбирать сотрудников, набирать партнеров, которые помогут в решении тех или иных вопросов? Будешь смеяться очень просто. Потому что я к этому пришла случайно вообще. То есть, у меня не было планов второго бизнеса. Просто на протяжении нескольких лет я ходила на мероприятия, я ознакомилась с людьми. Кто-то был клиентом, кто-то был просто партнером, кто-то был другом. И вот с этими как раз-таки друзьями, партнерами я потом посмотрела на все ресурсы, именно человеческие, которые у меня есть на настоящий момент. Я посмотрела на то, с чем ко мне обращаются, с какими запросами. И когда запросы стали повторяться, и я начала привлекать одних и тех же людей, я поняла, что из этого можно сделать бизнес. А если говорить о финансовых показателях конкретно твоих, то что лидирует? Твой основной бизнес по юриспруденции или же бизнес-консалтинг? На самом деле сейчас именно юриспруденция, потому что юридическим блоком я занималась больше трех лет, именно вот бизнесом. Ну, то есть там более наработанная база и так далее. Да, конечно, конечно. То есть сейчас агентство вышло вот буквально в этом году на рынок, и я только начинаю его продвигать, люди начинают только о нем узнавать, поэтому, конечно, там пока не все так радужно, как хочется, но к нему я и приходила не в розовых очках, а уже так более скрупулезно, тщательно, анализируя, осторожно. Слушай, окей, а какие в целом дальнейшие планы? Может быть, есть еще что-то помимо этих двух проектов, то, что ты планируешь? Ты знаешь, второй бизнес родился случайно, и у меня есть определенные наработки уйти немножечко от рынка услуг в товарный бизнес, но это, опять же, только широкими мазками, я пока только держу это в голове. Возможно, что-то придет, какие-то также ресурсы, это или партнеры, или будем простыми финансы, или еще что-то, но пока вот таких прям долгоиграющих четких планов нету. Слушай, я думаю, что мы плавно можем перейти, скажем так, к финальному блоку нашей беседы, и у нас остается на это время рубрика, это достаточно стало традиционной, это топ-3, а может быть не 3, может быть больше, а может быть меньше, советов начинающим предпринимателям лично от тебя, то есть, чтобы ты с высоты своего опыта как предпринимателя, как руководителя посоветовала бы начинающим предпринимателям, и возможно, там будут какие-то советы касаемо внутреннего мира человека, какие качества нужно в себе развивать, чтобы его бизнес процветал, что нужно делать, вот лично от тебя, лично твои мысли. Мне почему-то кажется, что мои советы, они будут достаточно банальны, но тем не менее опыт показывает, что они достаточно нужны. Я сама по себе достаточно такой добрый человек, и я встречалась с совершенно разными людьми, и, наверное, на первое место я хочу поставить вот именно оставаться самим собой, то есть не ждать чего-то от людей, как плохого, так и хорошего, потому что я в разное время и того, ну, меня бросало из одной стороны в другую. Если вы хороший человек, то бизнес у вас, вы работаете в найме, у вас всё получится при любом раскладе. Главное – не предавать себя. Это прямо основное, потому что когда вы начинаете предавать себя, вы сейчас можете не почувствовать последствия, но они, поверьте, к вам вернутся. Второе – не бросать. Как бы тяжело ни было, бизнес – это всегда тяжело. Не бывает такого, что всё идёт как по накатанной, и ты едешь по рельсам. Такого просто не будет. Ты будешь сталкиваться в любом случае с какими-то сложностями, но необходимо понимать, что ты можешь рассчитывать не только на себя. Ты можешь рассчитывать ещё и на родственников, на близких, на друзей. И об этом стоит помнить, потому что это очень важно, что они твои ресурсы, они материальные, и они не дадут тебе бросить всё, они позволят тебе вырасти. Слушай, хорошо. На этом всём у меня возник ещё один вопрос. Как ты считаешь, предпринимательство и бизнес – это для всех? Если да, то какие качества конкретно нужно развивать? Возможно, настойчивость или что-то ещё? Или же всё-таки бизнес – это не для всех? Вот как раз ты сказал про настойчивость. Да, я хотела сказать про упёртость. Упёртость, она, наверное, должна быть, креативность и возможность рисковать. Кстати, часть из этих качеств, они не обязательно должны быть врождёнными. Их можно наработать, в себе как-то воспитать, поднять. Что касается бизнеса для всех или нет, честно, я в какой-то момент задавалась этим вопросом. Я думаю, что да, вопрос только в другом. У кого хватит сил? То есть, если человек поставит себе целью бизнес, какие-то поставят цели возвышенные и уйдёт от банальности и базы, то он сможет определённо достичь всего, что он там захочет, поставит себе и так далее. Но просто я точно знаю за такой-то период времени работы, что некоторым людям достаточно определённого минимума или среднего уровня, среднего показателя. И они дальше просто не хотят расти. И в данном случае, конечно, себя насиловать не надо. Не надо слушать других, которые говорят «расти, давай через не хочу» и так далее. Но я всё-таки, наверное, склоняюсь к тому, что если захочешь, любой человек, ты сможешь стать бизнесменом. У тебя может появиться бизнес, ты сможешь его взрастить. Просто не все этого хотят. Вот в этом как раз-таки и затык. Да, друзья, это был подкаст Надежды Страхи и его ведущий Денис Беседин. Напомню, что в гостях у нас сегодня была Анастасия Подгрудкова, бизнес-юрист, управляющий партнёр компании BNP, консалтинг и основатель агентства устойчивого развития бизнеса. Друзья, оставляйте комментарии к выпускам в наших группах и пабликах во всех социальных сетях. Также заходите слушать и смотреть нас на всех популярных музыкальных платформах и видеохостингах. Ну а если хотите стать гостем нашего подкаста, пишите на почту heysobachkaredbarn.ru. Всем пока-пока. Анастасия, спасибо тебе большое. Всем пока, спасибо тебе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok